Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить мой доклад. Небольшой такой доклад по нашему опыту, такому практическому в онкогематологической диагностике. Такой специфический немножко. Классификация ВОЗ опухолей у кровитворных и лимфоидных тканей заменила устаревшие классификации ФАП и ЭДЖИЛ и в настоящее время обеспечивает максимальную стандартизацию лабораторных исследований. С 2001 года новым диагностическим критерием классификации ВОЗ в группу острых, милоидных и белымфобластных лекозов становится цитогенетика и молекулярная генетика. В четвертом издании 2008 года классификация ВОЗ «Генетическая информация» представлена значительно шире. В подгруппу острых, милоидных лекозов с повторяющимися рекуррентными генетическими аномалиями были включены новые нозологические единицы, а также условные нозологические формы, которые еще недостаточно охарактеризованы. Вделение нозологических форм острых лекозов с рекуррентными генетическими аномалиями целесообразно для статификации больным по группам риска. Также, поскольку новым основным диагностическим критерием новой классификации ВОЗ становится генетика, возникает необходимость переосмыслить диагностику проточно-титометрическую в соответствии с этой классификацией. Поскольку хромосомные повреждения влияют на экспрессию антигенов, и поэтому опухолевые клетки с рекуррентными генетическими аномалиями имеют соответствующий антигенный профиль. То есть мы сможем предположить по фенотипическому признаку какие-то генотипические нарушения. Очень важно, что исследование методом проточно-титометрии в отличие от других методов, сочетается фактически в режиме экспресс-диагностики, то есть очень быстро. И поэтому выявление иммунофетипических особенностей опухолевых клеток с соответствующими генетическими нарушениями имеет важное значение для дифференциальной диагностики и оценки прогноза заболевания. А в свою очередь выборочная сортировка опухолевых бластов сокращает время проведения, трудозатраты и повышает специфичность дальнейшей генетической диагностики. На данном слайде представлена классификация ВОЗ 2008 года. То есть видим, что у нас вся классификация построена на генетике. Не буду на этом слайде останавливаться детально. Теперь расскажу про тех случаях, которые были у нас, которые мы сначала посмотрели на проточном цитрометре фенотипически, а дальше отсортировали по специфическому фенотипу бластные клетки и отдали для дальнейшего генетического анализа. Первый случай – это острый милоин и ликоз с транслокацией 8.21. Данная форма обычно характеризуется хорошей реакцией на терапию, высокой частотой наступления полной ремиссии, длительном периоде выживаемости без проявления признаков заболевания, в случае лечения высокими дозами цитоборина, в фазе консолидации. На следующем слайде будет представлен иммунофенотипические особенности. Но какие это иммунофенотипические особенности? Бластные клетки располагаются в области бластов с низкой экспрессией CD45, с низким боковым светоросеянием, отмечается снижение экспрессии панмиелоидных антигенов, это CD13 и CD33, и наличие коэкспрессии лимфоидных антигенов B-клеточного CD19 и NK-клеточного CD56. Вот мы видим слайд. Низкая экспрессия CD45, низкое боковое светоросеяние, практически нет экспрессии CD33 и CD13, но экспрессируется CD19 и CD56 с средней интенсивностью. Следующий случай – это острый милоидный ликоз с инверсией 16 или с транслокацией 16 на 16. Результаты клинических исследований свидетельствуют о возможности достижения длительной и полной ремиссии у больных с данной формой острого милоидного ликоза при лечении цитбарином в высоких дозах в фазе консолидации, однако сроки выжимаемости у пожилых пациентов гораздо ниже. В чем иммунофенотипические особенности этого вида милоидного ликоза? При этом заболевании ликозной клетки представлены двумя популяциями бластов. Первая популяция – это незрелые клетки, расположенные в области бластов, тоже с низкой экспрессией CD45, с низким боковым светоросеянием и с высокой экспрессией ранних антигенов CD34 и CD117. И более зрелые клетки, расположенные в моноцитарной области, которые сильнее экспрессируют CD45, более интенсивны по боковому светоросеянию, не экспрессируют ранние антигены CD34117, но имеют признаки дериферцовки в направлении моноцитопоэза и гранлоцитопоэза с экспрессией CD2. На этом слайде представлены, как это все выглядит на экране проточного цитометра. Две популяции, одна более зрелая, другая менее зрелая и их различия. Менее зрелые популяции экспрессируют ранние антигены, соответственно, более зрелые нет. Здесь наоборот, более зрелые экспрессируют 11b, тоже более зрелые экспрессируют CD2 и CD36, также более зрелые экспрессируют CD14 и более зрелые экспрессируют CD64. Следующий случай – это острый промилуцитарный лейкоз с транслокацией 15 на 17. Прогноз при данной форме острого лейкоза более благоприятный, чем при ОМЛ с другими рекурентными аномалиями, и по морфологическим признакам их подразделяют на гипрогранулярный и гипогранулярный вариант. В чем их иммунофенотипические особенности? Лейкозные клетки расположены в гранулцитарной области, это гипрогранулярный вариант и гипогранулярный вариант. В обоих случаях бласты негативные по экспрессии HLA-DR, гранулцитарным антигеном CD65-CD15 и позитивные по CD9-CD64. Чем отличается гипогранулярный вариант? Позитивные экспрессии CD2 и CD34. И как это выглядит на графиках? Сверху, соответственно, фенотип гипогранулярного варианта, снизу, соответственно, гипогранулярный вариант. И также следующий слайд тоже показывает, чем фенотип особо отличается. На самом деле, самое большое отличие по 34-м и коэкспрессии CD2 между гипогранулярным и гипогранулярным вариантом. Следующий случай – это острый милоидный ликоз с мутацией гена MPM1. Мутация MPM1 вооруживается у 45-64% взрослых пациентов с острым милоидным ликозом и сочетается с нормальным криопетипом. Маркером мутации данного гена тут является аберриантная экспрессия в цитоплазме опухолевых клеток нуклеофасмина. Опухолевые клетки имеют фенотип негативный по антигену CD34, независимо от степени зрелости, и имеют яркую экскрессию CD33. Иммунофизические особенности этих клеток расположены в области бластов, характеризуются яркой гемогенной экспрессией милоидного антигена CD33 при снижении или отсутствии экспрессии CD13. И сочетанным отсутствием экспрессии антигенов CD34 и HLADR. И в дальнейшем после сортировки подтвердилось на муниверно-генетических исследованиях выявили мутацию гена MPM1. Здесь представлен на слайдах иммунофенотип, как это выглядит на экране проточного цитометра и сортировщика. Область бластов, экспрессия CD117, но не экспрессирует CD34, коэкспрессия CD33, не экспрессирует CD13 и не экспрессирует HLADR. Здесь представлена табличка, современная, первая графика это современная классификация, дальше франко-англо-британская классификация. В этом поле я пытался указать те маркеры, на которых мы ориентировались при фенотипировании и дальше при сортировке. То есть сначала мы проводили иммунофенотипирование онкогенологического заболевания на проточном цитометре, а затем выбирали определенные ключевые маркеры и уже с помощью них отсортировали для дальнейших генетических исследований. Соответственно, это продолжение. Также у нас были случаи неоплазмы из лифоидных клеток пришественников. Здесь показана классификация. Какие были у нас? Значит, первый случай это B-лимфобластный линкоз с транслокацией 9.22. Это наиболее часто встречающаяся хромосомная аберрация взрослых, 20% случаев при остром линфоидном линкозе и прибой ОЛЛ является филадофийская хромосома. Значит, филадофийская хромосома у больных ОЛЛ, так и при ХМЛ образуется вследствие рецепрокной транслокации 9.22 и цитогенетически неотлетима при этих заболеваниях. Значит, какие здесь иммунофенотипические особенности? Бластные клетки имеют иммунофенотип, который экспрессирует ярко CD19, CD10, цитоплазматический иммуноглоблин М, CD79А, ярко экспрессирует CD34 и HLDR, очень ярко 66C, 9, 24, CD33 со слабой экспрессией, CD13 со слабой экспрессией и не экспрессирует CD38. По этому фенотипу мы отобрали их и затем отсортировали, и в дальнейшем молекулярные генетические исследования выявили транслокацию. Здесь представлен рисунок, как это выглядит все, когда ты смотришь на проточный цитометр. Также у нас был случай Б-лимфобластного лимфомы с транслокацией 11.23. Этот вид заболевания встречается у детей до 1 года в 70% случаев и практически не встречается у взрослых. Как правило, наблюдается гиперликоцитоз в профилактической крови, гепатоспленомегалии и нейроликоз. Прогноз при этом в виде заболевания неблагоприятный. Установлены, что транслокации ассоциированы с ненормально высокой экспрессией генов семейства ХОКС, которые вызывают усиленную пролиферацию гемопометических столовых клеток. И наиболее иммунофенотипические маркеры важные здесь это отсутствие экспрессии антигена CD10 и позитивная экспрессия CD15 и CD165. И часто экспрессируется гликопротеин NG2. Ну и, соответственно, здесь опять же слайды с проточника, как это все выглядит. Здесь также я представил таблицу. Современная классификация, классификация, которая была до этого, и фенотипические особенности, которые позволяют при их выявлении и позволяют предположить какое-то определенное нарушение генетические. Соответственно, в чем плюсы иммунофенотипического анализа с помощью современной мультиперметрической цепроточной цитометрии и с использованием клеточного сортера? Возможно, позволяет нам установить, кроме того, что позволяет установить нам линейную принадлежность опухолобластов в стадии дифференцировки функционального состояния клеток по набору мембранных и внутриклеточных антигенов, а также специфически выделить эти клетки по определенному фенотипу для датейших генетических исследований. Также позволит выявлять аберрантный иммунофенотип и ликозных клеток ассоциированы с конкретными хромосомными нарушениями, давая возможность заранее предполагать наличие определенной генетической аномалии и предварительно дифференцировать различные варианты острого иммуэлоидного ликоза. Также хочу отметить, что предложенные диагностические критерии для уже описанных и новых нозологических форм опухоли кровиторной и инфоидной ткани нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. В связи с чем продолжается изучение влияния генетических повторяющихся повреждений на иммунофенотипический профиль опухолевых клеток. А теперь немного, как это все в сортировщике происходит. Что такое сортер? Сортер — это проточный цитометр с возможностью не просто посмотреть на какой-то фенотипический профиль клеток, но еще и выделить чисто определенную популяцию для того, чтобы в дальнейшем генетическим исследованиям, например, ничего не мешало, чтобы гораздо сократить их срок и повысить специфичность. У нас конкретно в лаборатории находится сортер Мофлоуастриас. Почему он так называется? Потому что у него очень большие возможности от слова модульность, модул флоуцитометрия. Как сама сортировка происходит? Из потока клеток происходит формирование капель с участием сжимающей жидкости. Потом по нашему протоколу происходит решение сортировки на основании параметров флюоресценции и светорассеяния, которые мы укажем. Затем происходит контроль электроники точки отрыва капли, для того чтобы у нас в каждой капле находилась интересующая нас событие, в данном случае бластная клетка. Затем происходит заряд струи электроникой, отрыв заряженной капли и отклонение капли в зависимости от заряда и попадание в нужную планку, лунку планшета или пробирку, или пендорф, или чашку, петри, во что угодно. И, соответственно, здесь схема, примерно отражающая, как происходит сортировка. В чем еще особенности? Это очень быстрый анализ до 100 тысяч событий в секунду. Сортировать мы можем со скоростью до 70 событий в секунду. Практически сразу у нас происходит анализ. И широкий набор приспособлений, в чем заключается как раз модульность, от оптических фильтров специфических до возможностей подачи образца от 0,5 до 50 миллилитров. То есть мы можем большие количества образца, если какие-то опухолевые события у нас или бластные клетки очень редкие, то мы можем взять очень большой диапазон у нас для образца. И также мы собрать можем практически во что угодно. Плюс ко всему можем не только ориентироваться еще и на размер клеток, различные клетки можем, потому что у нас есть возможность двигаться от 40 до 200 микрометров. Плюс, что мы еще не попробовали, но очень хотим попробовать, можно прямо в сортировщике, не без генетического дальнейшего анализа, прямо проводить анализ хромосом с выделением, с участием ультрафиолетового лазера. Можно проводить критипирование изолированных хромосом в цитометрии, маркировки одним, этидиум бромид, или ДНК-специфическими фермерцентными метками, хеост или хромимицин. Скорость анализа будет до 1000 хромосом в секунду, число для анализа событий 100 тысяч, и скорость сортировки 8-12 тысяч хромосом в секунду. И после сортировки можем проводить выделение белков и для ДНК, для геомных или протеомных исследований. Не попробовали еще, но очень хотим. И как это выглядит на картинках, на левом рисунке представлен нормальный креотип, а здесь креотип с транслокацией. То есть можно даже без участия генетиков, в принципе, с помощью проточной цитометрии и сортировки сразу сортировать хромосомы. Спасибо за внимание.